В России вступил в силу закон о гаражной амнистии. Он должен упростить оформление недвижимости в собственность. В том числе можно получить документы, даже если гараж никогда официально не оформлялся. Но воспользоваться этим смогут не все собственники гаражей. Чье же имущество будет амнистировано, разбирался наш корреспондент Евгений Назарчук. Там кирпич внутри, здесь кирпич, там брус, ну это все на дачу. И вот куда что девать сейчас, не знаю. Геннадий Яковлевич построил этот гараж вместе со своей женой ровно 40 лет назад. Все платежи кооперативу он отдавал вовремя. Разрешающие документы на постройку получил от районной администрации. Однако на строительство так называемой временной железобетонной постройки. И вот поэтому ему пришло письмо счастья, в котором говорится о сносе гаража. Что делать дальше Геннадий Яковлевич просто не знает. Когда я им говорил, что я построю капитальный гараж, капитальный гараж, они мне давались согласия, все, вот здесь мы стояли. Вот на этом месте все разрешение было, ну закрепить собственность-то надо же. Я же его все-таки сам строил, ну как, мне 80 лет, оставлю там своим детям. Проблем при оформлении гаража в собственность раньше было очень много. У кого-то просто потерялись документы, кто-то залез на чужую территорию или вообще незаконно без документов поставил рядом пристройку. Из-за давности лет решить эту проблему просто не получалось. А хождение по инстанциям отнимало очень много времени и сил. В этом законе конкретно и прописано, что любая зацепка, да, указывающая, там, технический план какой-то старый, да, у тебя нет разрешительного документа, но у тебя есть там свидетельские показания какие-то, технические планы, справки там об оплате, там, за электричество, возможно. Ты являлся членом кооператива гаражного. Все это в совокупности будет исследоваться, любое доказательство будет применяться. Гаражная амнистия распространяется на гаражи, построенные до 30 декабря 2004 года. Условий, которым должно соответствовать строение, чтобы его можно было легко оформить, вы сейчас видите на своих экранах. Для этого при себе необходимо иметь заявление о предоставлении вам участка, документ вводения и схему его расположения. Подать документы на оформление собственности можно до 1 сентября 2026 года. Центр приема граждан Департамента муниципального имущества, который находится по адресу Карла Маркса 49. Упростился порядок документов, предоставляемых. При отсутствии этих основных документов допускается предоставление одного из документов. Это может быть технический паспорт на гараж, либо договор на заключение, подключение объекта гаражного бокса к инженерным сетям. Данный закон позволяет гражданам распоряжаться своим имуществом в соответствии с гражданским законодательством. То есть совершать любые сделки после регистрации права на объект. По подсчетам специалистов, сейчас в Красноярске около 15 тысяч неоформленных в собственность гаражей. Сколько их по всей стране, подсчитать вообще затруднительно. Поэтому и приняли гражданскую амнистию, чтобы люди могли получить законные права на свои постройки. Именно на нее сейчас рассчитывает и Геннадий Яковлевич. Теперь он надеется, что ошибка, которая была допущена еще во времена СССР, будет исправлена. Евгений Назарчук, Сергей Раков, Эдуард Баглай, 7 канал.